На протяжении всей своей истории люди смотрели в небо. Звезды манили к себе своей загадочностью. И только последнее столетие люди стали приближаться к своей мечте. 4 октября 1957 года. Запуск первого спутника. 12 апреля 1961 года. Первый полет человека в космос. 18 марта 1965 года. Человек впервые вышел в открытый космос. 21 июня 1969 года. Первая высадка человека на Луну. 20 ноября 1998 года. Запуск Международной космической станции. В 2008 началась подготовка программы первого полета на Марс. Это моя первая запись. Сегодня мой последний день на Земле. Все могущественные государства объединились в великой цели покорения Марса. Главной проблемой было название проекта. Американцы наставили на варианте. Иголка в заднице дикобраза. Как бы то ни было, завтра я улетаю. Это величайшее событие в истории Земли. Проект Восток. Это маленький шаг для человека, но большой прыжок для человечества. Где? Куда я попал? Это Марс. Приветствую вас, марсиане. Я пришел с миром. Шалом гуманоидам. А не подскажете, где я? А как ты думаешь, можно ответить смешно и безмата на вопрос «ты где?» Ясно. А может, вы подскажете, как мне вернуться домой? Ну, ты можешь собрать 10 крышечек от люков с надписью «ЖЕК номер один» и обменять их на обратный билет. Ну, или пойти с нами к хранительнице портала миров. Кстати, мне тоже туда. Я Суйка Ибуки. Я иду к хранительнице за новую печень, так как старая слегка износилась. Она еще просто не подозревает, что алкоголь разрушает не только печень, но и мозги. Кстати, меня зовут Ая. Ая. Отличное имя. Так, завалю мою бабушку, старую измращенку. Смотрю я на вас и понимаю, что вы мне поможете. Да, садись к нам в люльку. Ты чего творишь? Люльки не стоят. Надо подзарядиться. Что это? Я не сильная в химии, но тут какие-то воковки, цифер, не воковки. Вот теперь точно кончилось топливо. Суйка, зачем ты опять все выпила? У вас этот агрегат работает на спирте? Да нет, просто она пьет все, что горит. Ну, извините, пошли искать топливо. Мой спиртометр показывает, что топливо там. А ты посторожи, пока мопед. А-а-а! Это тентакли! Откуда вам марши тентакли? Тентакли нигде не бывают лишними. Странно, что он не удивляется, почему мы раздаем фуэры. А что тут удивляться? Работы нет, зритель пошел привередливый. И все, подавай классику. И ой, Юрий! Люди начинают забывать, что такое тентакли. Ладно, закрывай варежку и пошли с нами. Мы тебе покажем. Добро пожаловать в мой храм искушения. Вы ищете что-то конкретное? Или так мимо проходило? Вообще я ищу модуль. А месье знает только возвращение. Она здесь удовлетворила даже самих засказательных вкусов. Не-е-е-е! Этого добра у меня и дома хватает. Мне б туда вернуться. Хорошо, я помогу тебе. Но сначала пройти мои испытания. И я гарантирую, ты не захочешь. Ты такой хороший. Я подарю тебе мир, в котором твое мнение закон. Чего ты желаешь? Хочу, чтоб дважды два было пять. Легко. Хочу, чтоб над девушками, с которыми легко познакомиться, мигали зеленые стрелочки. Хочу, чтоб над соседом, который по утрам сверлит, уселился бездарный барабанщик, репетирующий к ночам. Да легко. Хочу, чтоб президентом был пингвин. Зачем? Так, поржать. Хочу, чтоб, когда я выхожу с утра на улицу, там были молодые, вышногрудые, красивые творники, которые улыбаются и танцуют. Еще никто не побеждал ЖКХ. Какая красавица. Надо с ней познакомиться. Девушка, а вы знаете, кто я? Я космонавт. А я муза всех мангак. Да я гуру уличной магии и ковыряния в носу. Я придумала 1027 из 1036 по скамасутры. Да я отменила красоту Анжелины Джоли. Я могу превращать воду в вино. И вообще, не мешайте мне убираться. Тортик клубника и сливки Меня не проймут никогда. Девушка словно с картинки Должна вылезать из борща. Я стану твоей хентайной фантазией. Ты сейчас похожа больше на пафосную героиню. Легким движением руки пафосная героиня превращается в хентальную фантазию. Пафосная героиня превращается... Пафосная героиня превращается... Превращается папосная героиня. Я построю новый мир на обломках старого. Я уничтожу твоих друзей, друзей-друзей, и друзей-друзей, и хомячков. Все, что ты знала, не будет существовать. Да я вертела этот мир на убранной цензурой. Ни один убранной цензурой не помешает убранной цензурой этот мир. Пойдем со мной, и мы вдвоем будем править убранной цензурой вселенной. А главное, что тебе за это светит всего-навсего от трех до пяти. Я расскажу тебе свою историю. Когда-то давно я умерла, и в меня вселили дух злого-дерево. Поэтому теперь я наполовину девушка, наполовину бревно. Понимаешь, ты застукала? Тебе такие нравятся? Ты меня не только застукала, но и задолбала. И вообще, найди себе бобра. Ты долго держался, но все же я решила, что ты останешься здесь. Стой, я покажу тебе мир без забот и проблем, где ты будешь счастлив. Там можно кататься на мобедах и пить топливо. Я дам тебе удовольствие. Не слушай эту мокрую курицу. Твое счастье — это я. Со мной тебя ждет свобода. Хватит! Я всего лишь хочу домой. Как же меня достали эти суицидники? Ни стыда, ни совести. Нет, что подмирить от старости. Так они обязательно взорвутся, повезутся или утопятся. А ты вообще гений с тобой возиться. У меня новую мунику. Живи! Разряд! Мне сложно сказать, где я был и что со мной случилось. Врачи сказали, что меня спасла система катапультирования. Я жив. И теперь я еще больше хочу воплотить свою мечту и устремиться к звездам. Жить и радоваться, и воплощать мечту — это то, к чему должен стремиться каждый. А жизнь не кончается смертью. И впереди у нас только хорошее. Я знаю! У-у-у-у! Субтитры подогнал «Симон»